Кировские мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, также начались в 4 утра. На 16-м километре автодороги Апатиты к Кировску воинского захоронения прошла памятная акция «Маленький город в большой войне». В 11 часов у Стелла состоялся традиционный торжественный митинг с участием ветеранам Великой Отечественной войны и общественности города. Звуки гимна России обозначили начало памятного митинга. Ветераны, руководители города и предприятий Кировского района, воспитанники детских садов, школьники и студенты, и все те, кому не безразлично память о суровых событиях военных лет, собрались у Стеллы, чтобы почтить тех, кто своим трудом и военным подвигом приближали победу и защитили мир от фашизма. Благодарим солдаты вас за жизнь, за детство, за весну, за тишину, за мирный дом, за мир, в котором мы живем. Совсем юных кировчан у микрофона сменили те, кто сегодня в ответе за будущее. И первым словом взял глава города, который обратился к ветеранам с благодарственной речью. 22 июня 1941 года – это один из самых трагических дней в нашей истории. Сегодня мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу нашей Родины и чистое небо над головой. Наш священный долг – сохранить память о подвиге старшего поколения и передать ее нашим потомкам. Огромное спасибо и низкий поклон всем нашим ветеранам. Никто не забыт, ничто не забыто. Каждый выступавший в этот день обращался к ветеранам со словами благодарности. И даже природа откликнулась. Сквозь ненастья пробился солнечный свет. Особую благодарность и низкий поклон хочу выразить нашим замечательным ветеранам. Спасибо вам за ваши родные трудовые и боевые подвиги. За труд в мирное время живите долго и радуйте нас своим присутствием под чистым небом, которое вы нам подарили. В числе ветеранов в этот день присутствовал и Василий Андреевич Смирнов. Когда война началась, ему было 14 лет. Сначала он наравне со взрослыми трудился в колхозе в Нижегородской области, а потом 17-летним мальчишкой в составе Первого Белорусского фронта ушел воевать и дошел до Берлина. Сразу увезли в Горький, потом под Курск. С Курска там подержали немного. Потом в город Гомель, в Белоруссию. И начался мой поход фронтовой. Вот так, годы войны, вот так вот. Подвиг россиян, кто сражался с фашизмом и не дожил до нашего дня, почтили минуты молчания. Символом безграничной благодарности и вечной памяти в небо взвелись воздушные шары. У всех есть те, которые или сложили свои головы, или по прошествии времени ушли из жизни, но приняли участие в этой страшной войне. В моей семье очень много, к сожалению, погибло на фронте. Мама была в партизанском отряде. Поэтому для меня они могли еще не быть. Светло повесили тем, кто защищал нас в тедалеких. Завершила мероприятие возложение цветов к вечному огню. Здесь же все, кто пожелал, смог повязать на звезду Георгиевскую ленту. Это символ победы, которая далась россиянам слишком высокой ценой.